Об этом современном мультиспиральном томографе в поликлинике мечтали давно. Ведь сегодня одним из ведущих методов диагностики заболеваний является компьютерная томография. С её помощью можно не только быстро и точно установить диагноз, но и уточнить уже поставленный, если у врача возникают сомнения. Относится к очень хорошим диагностическим системам Сименс мультиспиральный, который позволяет все органы прицельно, дополнительно исследовать. То есть никто не отменяет обычный рентген, ультразвуковую диагностику, которая тоже относится к лучевым методам. Но сколько раз мы рентген, ультразвук, мы видим какое-то образование, скажем, брюшной полости. А что это в малом тазу, а что это за образование, насколько оно проросло, насколько оно опасно, как к нему подступиться, просто в одном изображении невозможно. Аппарат предназначен для диагностики и взрослых, и детей. Главное преимущество перед обычным рентгеном – детальная четкость изображения. К примеру, компьютерная томография головного мозга позволяет врачу увидеть абсолютно все – опухоли, участки инсульта, патологии кровеносных сосудов и многое другое. Процедура занимает всего несколько минут. Для этого пациенту нужно только лечь на специальный стол и подождать. Для того, чтобы определить, если какое-то образование, что-то лишнее появилось в организме, это злокачественное или доброкачественное, можно с ним жить или можно удалить без всяких ограничений, или уже что-то другие предпринимать. Используется еще с введением внутривенно контрастные препараты. Средства на приобретение томографа еще год назад выделила Российская Академия Наук. За это время в поликлинике подготовили диагностическое отделение и помещение для самого аппарата. Подготовка площадей в соответствии с очень жесткими требованиями Сименса. То есть представитель Сименса смотрел на этапе подготовки площадей к установке аппаратуры. Поскольку вы же сами знаете, что построить легче, чем приспособить то, что есть. Поэтому каждый раз открывались следующие проблемы, которым нужно иметь деньги, которым нужно объявить конкурсы и нужно найти того, кто это будет исполнять. Это всегда очень сложный момент. Но несмотря на возникшие сложности, все проблемы удалось решить. На новом томографе уже успешно провели первую диагностику. Продолжение следует...